друзья всем привет за последнюю неделю получая сотни сообщений как в контакт так в instagram макс что купить какой автомобиль купить до миллиона рублей кто-то пишет за 500 за 600 за 700 и как ни странно большинство людей склоняются к шкоде не знаю совпало это с тем что она уходит или с тем что просто у нас все любишь коду и хотят все skoda octavia 7 представьте даже за 600 тысяч хотят octavia 7 ребята и девчата все что вы видите за 600 700 800 это просто трупы это хлам это машины вымотанные выкатываем в такси других там не будет я понимаю деньги исчезают растворяются но покупать автохлам не стоит сегодня мы поедем и покажем вам что продается от 800 с копейками до миллиона 600 с лишним будет четыре автомобиля 4 octavia 7 и вы сами увидите в каком состоянии и за какие деньги сейчас продают автомобили друзья также непонятно что будет с ютубом не забывайте подписаться на наш канал на яндекс дзене и на наш телеграм-канал где будет все актуально актуальные цены какие автомобили будет много чего интересного подписывайтесь переходите хорошего просмотра погнали она без ковриков да просто уже наследил кто-то это не мысли что они это ковер багажника ковры кто-то стащил уже кто-то так ну что давай глянем что с ней 14 год 1.4 на dsg в одной семье была машина крылья сидят криво здесь у нас отломан кусочек фары он остался на крепеже фара у нас просто держится за счет верхних креплений за счет верхних креплений верхняя тоже оторвана но она здесь так обломана аккуратно что сразу не заметишь если не покачаешь и нижняя выломана более серьезно вот сам кусочек фары это ерунда конечно но показываем все что есть что смотри аж вода льется оттуда ты видишь я не пойму они прямо сейчас сполоснули мотор и зачем чтобы мы смотрели чистенькие вот пробку горловины выкрутил вода льется заглядываем заглядываем здесь у нас порядок смотри как торчит крыло наружу и снизу также вылезает ничего страшного в этом нет ну скажем немножко неприятно сама фара побитая поцарапана видимо когда притерли бампер покрашен покрашен совсем на троечку крыло покрашено также на троечку камера не передаст но риски огромные прямо видно вот как чесали его вот здесь например просел грунт на бампере много мусора и апельсиновая корка но для бампера вообще ерунда это всего лишь бампер хоть как-то его крась хуже ему от этого не станет крыло снимали красили болты посбивали подкрасили вот это вообще покрасили из серебристого сделали белым еще даже просвечивает немножко видно что он серого цвета вот эти сорваны просто подмазали вот такое можно пропустить в дождь снег в грязную погоду на улице мы этого не увидим и вы не увидите стойка кстати тоже крашена смотри какая шагрень да примерно вот до сюда судя по ощупь посмотри она прям пилка также заглянули посмотрели внутренние крепления и увидите как все это делалось пробег у нас 70000 салон должен быть просто как новый сидение можно сказать отличные не заломов не протертости а вот руль так себе выглядит потом по краю с оживом рули слабенькие может нервничал человек тер его слегка педали педали в отличном состоянии ну-ка давай-ка мы шпринт снимем не забываем что увага снимаются двери снимаем смотрим чтобы он не срывался здесь даже у нас помечено все в порядке на пыл грунта белый на резиночка всегда смотрим запомните всегда на все резиночки вот он на пыл когда сюда распыляли размывали попали на резинку также заглядываем внутрь и видим вот эта губка которая стоит переднем крыле тоже белого цвета походу крыло это красили дважды один раз на машине второй раз его снимали для покраски вы на этой машине сейчас мотор помыли просто зачем у него помыли нам перед осмотром очень странно посмотри до гублин да стояла уточню ну согласись что очень странно я тоже согласен даже на капоте изнутри даже на капоте изнутри капли листят если даже неделю назад мыли под капотом да ладно я только спросил слишком много конечно летела но давайте будем думать что так и было вполне вероятно здесь один владелец но если можно кто лазил выправил давай тогда и мы уже заглянем обязательно во внутренней полости заглядываем смотрим стыки панели как все это выглядит после дтп никто это не делает все выглядит ужасно плюс на панелях увага практически всегда и везде стоят значки вот как в этом случае видите значок skoda мадеин чехословатская республика 23 неделя 14 года хотя похоже может лампочку меняли да он она тоже болтается здесь фонари меняли лампу ну вот так они собрали назад ладно я не полезу туда но всегда заглядывайте если есть возможность посмотрите на стыке панелей там еще и даты будут игорек что за стекло здесь такое зеленое ах ты красавчик тему сразу такую в глаза росту прикольно да со своим шкребком машинка skoda молодцы здесь все в порядке тоже кто-то лазил поправим здесь крыло не снималось хоть его и красили но с места не сдергивали так что у нас по крыше все в порядке коррозии нет лобовик родной похоже что это одна семья квартира 1 этаж все отлично когда вам говорят продает брат папа еще кто-то из родственников спросите адрес прописки когда говорят что машина отца матери спросите отчество отца и матери и сверьте знает ли человек иначе поплывет очень быстро обязательно смотрим на крылья снизу если на шпаклевано много вы увидите как будет висеть толстый край будет неаккуратный как правило все это выглядит так слушай дверь похоже водительская тоже крашеная грамм вот видишь это царапка осталось мятина видно я может это получить да и здесь но видно что апельсиновой коркой прошкурили и плохо полирнули но здесь была припертость немножко совсем шпаклевки ничего страшного нет сделано просто коряво из-за того что все торчит на место ничего не поставили ремонтировали в каком-то сервисе где подешевле как говорится что фару даже не стали не менять не паять а капот кстати частично кусочком скорее всего покрасили в том месте да смотри залом был удар в ручку мысли сразу перепрыгнули вижу залом думаю должен быть удар в ручку понимаешь залом такого характера что ручка задавила дверь внутрь вот она притертась на ручке то есть где-то он не влез или кто-то что-то открыл рядом или обо что-то чиркнулся и ручкой вдавил дверь сюда вот он залом вот она ручка хваленые приборы блин лучше моего ничего нет хоть и быстро работает но видишь ловит какие-то глюки собственно мы все это нашли сами глазами так уже для уверенности пробили прибором ничего более того не нашли обязательно смотрим арки обязательно например в шкоде когда много шпаклевки навалят она здесь будет по пол сантиметра по сантиметру толщина арки снизу никто не заглядывает никто этого не видит когда машину поднимаете на подъемник обойдите ее вокруг посмотрите на нее с каждого бока увидите многое чего до этого не было видно да размыв сюда был опять же мы это видим глазами с вами потому что машина сейчас в тепле и чистое ну вот сюда на краешек на мыли и мусор также здесь присутствует вот это не капельки воды это грязь в краске вот на краю капота видно как сухо лак лежит капот покрасили похоже по ребро вот по это именно в этом месте он так и выглядит ну и как обычно все вот эти ужасные герметики это нормально у шкода не выглядят именно так по правому крылу так же болты подкрашены каким-то грунтом возможно чем-то таким белосерым либо в краску какая-то грязь попала в банку так и подкрашивали все три болта крепления к полке они просто темные бампер как я и сказал красили не очень хорошо плюс даже не разбирали вот верхняя часть надрешетка радиатора пластиковая на в белой краске никто не разбирал не заморачивался если посмотрим на автомобиль прямо вот в эту щель вы также увидите что окрасили у нас и фару вот там в проеме сама фара также белого цвета о чем это нам говорит а говорит о том что на ремонт денег пожалели вообще то есть вот это все висит понимаешь вот она и собрана смотри это все болтается хром облезает скорее всего решетка стоит китайская поэтому хром везде лезет но это мое предположение что она китайская они и на оригиналах сейчас ползут ну и здесь также он она фара внутри прокрашена задние фонари правый отколот кусочек левый ну тут видно он в столбе куда-то врезался полоска был расколот подклеили краешек порог замят налетел вот так он не просто замят он порван да или это только антикор этот резиновый мне похоже только антикор я отсюда не вижу что у нас с этой стороны но так без подъемника каких-то больших внешних повреждений здесь нет на пороге передняя левая фара крепление которое вот там за решеткой радиатора тоже спаяны склеены попытались сделать их хорошими но еще обращайте внимание на резинки всегда просто всегда в этом случае тут покрасили все хотя опять же если не будешь заглядывать в разные места потайные то вроде бы все хорошо все красиво этого не увидишь будьте внимательны так ну и стойка тём давай-ка мы ее пробьем с тобой с крыла на нее сделали переход переход скорее всего сделали не просто чтобы в цвет попасть так как никто с этим не заморачивался а возможно крыло слетела и нацарапала то старое крыло 200 174 136 126 на самом деле на ощупь вот он здесь есть переход стоечку просто покрасили на размыв по сцеплению по первому диску у нас от вилки в замкнутом состоянии у нас порядка 3 миллиметров 31 миллиметра косвенно можно сказать об остатке сцепления примерно 50 процентов ориентировочно все равно без съемок коробки об этом точно ничего не сказать тогда я посмотрю второй диск вот вилки у нас здесь три миллиметра на втором диске сцепления собственно тоже чуть меньше 50 процентов косвенно можно сказать об этом и примерно и в замкнутом и в разумном состоянии у нас все хорошо все в допусках сейчас заведем машину и посмотрим давление в мехатронике как он себя чувствует то есть по крайней на данный момент эта коробка еще и поедет скажу так ошибка которая висит мне не понравилось регулятор давления надува механическая неисправность и велика вероятность что клапан без гейта отъехал соответственно возможно надо будет его либо ремонтировать либо менять тут честно смотреть по факту как есть у нас есть скажем так понимание о том что заправляли данный автомобиль не 98 ни разу это время ну меньше 75 сюда все равно нельзя заливать иначе будет плохая работа мотора возможно детонация ну и смерть по всем цилиндрам количество пропусков уже давно за 30000 это косвенно говорит о том что заливали сюда 95 они 98 как положено ну как в идеале надо заливать все равно это все в идеале конечно же надо мерить на ходу обязательно цэш по мотору он в принципе ну до тринадцатого года был не очень после тринадцатого года стал нормальным ну как надежным более-менее ходит ездит собственно голову не делает сейчас проверим последнее я забыл уже самое важное самое интересное пробег у нас в мозгах двигателя подтвержден 70 тысяч семьсот двадцать четыре километра пойдем посмотрим в dsg по нашим видео кстати люди покупают машины то есть мы едем осматриваем выкладывается видео на это или человек приезжает после вы покупает эту машину подбор сделан в принципе уже ну все равно нужно скажем так много чего смотреть помимо того что мы смотрим нужно углубляться именно в подвеску в осмотр автомобиля снизу также собственно пробег у нас подтвержден и в блоке dsg соответственно велика очень велика вероятность что все-таки пробег у нас родной ну плюс у нас еще есть также вся история обслуживание машины в бардачке лежит смотри у нас к новая прошивочка в мехатронике ну непосредственно в dsg то есть номинальное давление до 52 бар в мехатронике соответственно мы проверяем обязательно на сколько он выходит и как быстро он теряет его в идеале конечно же он выходит до 52 до где-то 48 наверное примерно ориентировочно у скидывает быстро а после он начинает совсем медленно медленно терять давление это достойная работа мехатроника то есть по крайней мере так он должен себя вести также не должно быть пинков толчков рывков никаких то есть при переключении d и так далее вот тут есть небольшой толчок на d это нехороший знак лучше хорошо подумать стоит ли покупать такой автомобиль если есть пинок на d причем он такой ощутимый а если он есть и вы все-таки купили этот автомобиль я бы рекомендовал подготовиться к ремонту мехатроника также если сами решите диагностировать свой автомобиль при помощи васи не поленитесь зайти посмотреть в блок подушек безопасности число ударов во все стороны то есть машина записывает фронтальные боковые лево-право ну то есть сторона водителя сторона пассажира заднюю часть переворотов и срабатывание дуг защиты пешеходов обязательно посмотрите чтобы не было никаких цифр кроме нулей цифра 0 значит что датчик не зафиксировал достойного удара для срабатывания подушек безопасности либо отстрела ремней также не забывайте проверять дата выпуска на ремнях обязательно смотрите какого года машина такого должен быть ремень плюс тут есть месяц в акт такая машина что у них очень много деталей с даты вы с датами выпусков соответственно можно спокойно сверить с остальными скажем так вещами в машине частями машины и сделать выводы родные ремни или нет также не забывайте посмотреть обязательно количество параметрирование и прошивку количество скажем так прошивание блока подушек безопасности тоже важная история то есть тут зависит сколько раз его прошивали ведь так называемая краж дата это данные которые записывают блок при ударе то есть можно стереть можно почистить несмотря на состояние руля и затертости пробег реально родной то есть вот такие неприятные конечно моменты присутствуют на руле на этом поехали смотреть следующую машину 14 год 70 тысяч пробег 950 тысяч рублей это недорого но как вы видите сделано ну на 3 с минусом то есть ремонт был просто на продажу либо человек который обратился в мастерскую где ему ремонтировали просто не понимал и не знал как должно быть но либо он заплатил 10 15 тысяч на эти деньги ему и сделали собственно ничего страшного не было но сделано плохо едем дальше 16 год 61 тысячи километров пробег миллион 1660 тысяч рублей самая дорогая октавия этого года которая сейчас продается 18 на dsg естественно давайте посмотрим можно спасибо смотри какой сиденье некрасиво как испачкано что-то ел человек и между ног себе уронил это не страшно ну просто пластик ну-ка давай-ка я поправлю кто-то кто-то здесь его вытащил вот так будет гораздо лучше на под замерзла она у нас из-за республики коми но должна быть вообще как новая даже снизу органайзер до коврик не подходит они сняли либо тот кто снял не знает как поставить назад потому что здесь видишь как поставили коряво все мимо сейчас мы немножко исправим здесь все прекрасно Игорек ну что ты покажешь как полку надо убирать а то многие на шкодах ездят даже не знаю что такое есть на октавиях крутая штука на самом деле я вот сколько клиентов в подбор не закрывали с октавиями а 5 это все с опять еще пошло берешь полочку поднимаешь и освобождаешь ее от креплений там коробка что мешает не до конца просто уйдет вот так но она вот если убрать коробку складывать туда полностью не мешает да аккуратно стоит своих таких пазах так назвать можно чуть с горкой наложить в багажник первое впечатление очень такое хорошее прям свежий свежий вид у автомобиля когда снимаешь колпачок сам снимется с краской самих граней главное чтобы где резьба не была сорвана тогда его не снимали хотя в замене дверей в хорошей качественной замене дверей ничего страшного нет 18 пушка вот видишь темочка должно выглядеть ничего нигде не надорвано все в полном порядке болтики аккуратные белые не серые коричневые бежевые аккуратные белые но на ваге могут регулировать капот передние крылья бывает что срывают вот как в этом случае видишь он матовый то есть регулировали подкрасили средний и к стеклу дальний в глянце здесь у нас все в порядке есть царапины на фаре фара дорогая будет выглядит хорошо стоит конечно неимоверно дорого ну давай посмотрим что у нас здесь происходит и давай подключаться игорян запускаем мотор ты сейчас посмотришь масло черное интересно как масло только что поменяли на 61 тысячи и сейчас 61 его в январе поменяли я думаю на ну-ка обрати внимание ценой на масло ты видишь какой ну вот сегодня столкнулся с тем же на тягуане первый рез двухлитров один в один ситуация масло только-только заменено чернющее причем ну меняли точно запустите пожалуйста мотор линза настраивалась лучше завелся просто волшебно чуть-чуть лихануло его тема смотри какая интересная крышка дополнительные ставят омывателя так стекло лобовое заменили стоит недорогое кмк посмотри как выглядит проплешины из той стороны также я уже увидел по краешку вот она здесь пузырится отслаивается ничего страшного как говорится это всего лишь стекло разбил поставил другое но сэкономили не открыть замерзла не открыть лючок стоит кривовато спирт нам помощь оттаял ты знаешь сам прикол в чем что мне не нравится крючок стоит мне даже не понравилось что он стоит сдвинута сюда да ты ты ерунда это просто два слоя нет никто не говорит вообще ни о чем тотал или шпакля ну кстати проем то не не смотрел идеален хорош маляр к этому придираться не стоит вот она царапина небольшая слушай как на той прям слегка краска слетела совсем чуть-чуть ерунда я погажник закрою до закрывай 60 тысяч пробега до вот так страшно делает герметик вага слушай достаточно толстая этот экземпляр у нас покрашен только это место прям приложился так глухо я тоже так услышал да нет здесь все в порядке вся целая заднее правое крыло около арки крашена одно заднее крыло до ребра получается сама арка была притерта скорее всего сделано очень хорошо просто очень хорошо тут у нас и подогрев задних сидений ты посмотри какая красота в общем аккумулятор садился причем сегодня он видимо себя почувствовал на запуске плохо но я думаю они один день здесь стоит все-таки слушаю походу 98 всю жизнь был 62 пропуска и 12 пропусков по второму и четвертому вообще чисто макс вот ты веришь пробег на этой машине хотелось бы верить давай узнаем внешне выглядит она очень хорошо по салону сам руль ручка кпп педали сидения проем но это может быть все обманчиво совершенно не пробег родной мало блоки двигателя все честно давление топлива и турбины на смотреть на ходу нам тут к сожалению никак не сделать на самом деле очень ваг этим крут что можно прям все разложить по полочкам посмотреть давление турбины давление топлива низкая высокая всех машин такие были по диагностике никакого чип тюнинга нету красиво на низкое давление топлива есть посмотрим состояние кпп на этом пробеге то на 70 уже пиналась так и должно быть не толчка не пинка ничего нету включил только чувствуется как подключилась коробка и все робот уже прошивался но это и к лучшему давай будем честными смотреть давление здесь вообще как положено то есть до 50 бар она падает ну в средней скорости скажем так не быстро немедленно ниже начинает вообще по чуть чуть сбавлять давление при этом нет толчков пинков при переключении режимов разных как новая машина игорюш как новая на музыке вон еще пленочка стоит смотри еще не распечатали до конца либо он вторую уже прилепил я думаю на клеплял хотя пытался думал сначала потом передумал в коробке пробег тоже совпадает на приборке 61777 здесь 61495 но вот и что ты скажешь 16 год 61 тысяча пробега миллион шестьсот шестьдесят за эти деньги хотелось бы память эти деньги хотелось бы чтобы она была универсал на полном приводе и называлась октавия скаут с дизельным мотором вот это было бы прикольно с дизельным это ты прям круто сказал ты он за 500 ты сможешь какие-то шкоды да это видишь он обратно выкидывает это такси это что какой-то на такую показать это живот народ звонит за 600 тысяч не там стоят 12 14 год 15 год 570 тысяч рублей старее нога чем это стоит три раза дешевле смотри в три раза уже три штуки взять два раза в неделю на 1 кататься что он пишет вложение требует в отличном техническом состоянии как двигатель так мкпп и кузов птс оригинал просьба автосалон не звонить надо посмотреть такую машину на сомнение что это такси вообще минимум при условии что первые четыре года власть на южный концов сколько пробега сейчас 244 должно быть сколько я думаю 700 600 до 600 плюс за 600 тысяч пятнадцатый год 129 тысяч пробега два владельца всего честный пробег помощь продажи не нужна что такое за 450 60 70 не отдам но у него машина 600 ему предлагать 30 сейчас за нее 360 470 мехатроник мы уже посмотрели давай сцепление посмотрим смотри у нас ход вилки по первому диску 3 2 миллиметра в замкнутом состоянии в разумном состоянии 74 миллиметра то есть все в рамках нормы в допусках скажем так на втором диске цепления ход вилки 4 миллиметра в замкнутом состоянии в разумном у нас получается 6 и 4 миллиметра то все тоже в допусках коробка живая просто ну хотелось бы за миллион 600 здесь видеть хотя бы ковши и автопарковку вот из такого и камера на руле кнопки есть до радость и камера да это теперь нынче так вы конечно пленка на музыке есть конечно же это дорого то очень если здраво размышлять это очень дорого за автомобиль которому шесть лет за октаве в миллион шестьсот шестьдесят на моторах c джей с а к сожалению цепь посмотреть нереально только через смотровое окошко именно физический компьютер не определяет правильное расхождение фаз то есть если на ген-2 моторе можно было увидеть насколько цепь вытянулась тут только через смотровое окошко поэтому поехали дальше оптика нравится ну фары линзованные это лисички ты посмотри черный значок сзади спойлер что тебе еще сзади черный значок хотел сказать что тебе еще нужно усатый да не конечно дорого хотя не нам определять сейчас что дорого что дешево вот человек хочет столько салон хочет столько столько и ставит 15 год 880 тысяч рублей 1.8 turbo на механике броня наклеена на пол капота может быть это и неплохо лобовик треснут пробег большой ну как большой 180 тысяч километров скажем так не маленький опять же белая у нас 90 процентов автомобилей skoda белые в продаже если мы говорим про октавии как это ни странно как в такси так и в обычном использовании очень много белых автомобилей были бы все такси желтый было бы прекрасно все в грязи вот это потом он приводит к нас к тому что все ржавеет не обязательно этом автомобиля вообще на автомобилях когда лакера стоят неплотно есть дыры грязь залетает и сами крылья начинает изнутри гнить и брызговики и лонжероны особенно на японских автомобилях 15 год на замороженное плохо будет видно здесь у нас явно крутилась явно снималась вот они все сорваны наверняка и внутренняя это не похоже уже на регулировку заводскую это уже что-то делали скорее всего красили ой ты посмотри как выглядит салон как выглядит торпеда тёмыч ты видишь видишь вот эту да а знаешь что это за налет химчистка до после химчистки когда слишком много химии льют потом ее плохо смывают она высыхает и вот такой белый налет вот он прямо сыпется видишь как мыло она даже цепляется понимаешь как мыльная руль руль ужасен весь терт батарейки садятся блин оп вот смотри он везде от фонарика отсвечивает не видно вот это все белесая это химоза так высохла вот она на хромированных элементах тоже повылезала здесь на пластике педали спилены возможно здесь даже не 180 у нас пробега ой как везде как плохо сделали химчистка просто катастрофа реально ее надо перемывать ручка переключения передач также стерта вот делали химчистку а про подлокотник забыли посмотри как ужасно выглядит кожаный да доп комплектация лобовик с трещиной через все стекло и по низу и по верху тут замена по-любому смотри воздуховоды как выглядит видишь я думаю что они до химчистки возможно были лучше либо была такая лютая грязь что так стараясь уж сильно и вычистить не заливали просто залили просто безобразная химчистка я думаю мы долго не будем заострять свое внимание на этом автомобиле он реально очень хреновый за 880 тысяч ну как-то совсем печаль плюс царапины на торпеде видишь длинные такие возили дальномер какой-то через багажник и прямо сюда на торпеду использовалась не щадя вполне вероятно что это было такси хоть такси как правило у нас 16 мотор но кто-то ездил на 18 все липкое все липкое здесь точно также видишь выскочил пластик и вот торчит сюда лишь как мыли смотри дилерская химчистка смотри на ручку так ну погнали об соседнюю машину пообивали дверь похоже на крашеную здесь что-то упало сверху вот самое главное смотри сверху упала до цинка отлетела краска и здесь не ржавеет по низу по порогам сразу ржавеет да вот тебе и порог притертость на правом пороге смотри как с двери сыпется она просто отлетает шелушиться но здесь есть объяснение порог ударен он чуть-чуть приподнялся вверх и дверь слегка об него касается возможно это в тот момент когда намерзает снег она касается его больше либо здесь уже притерлась как будто так и надо но вот все вот это вот что здесь произошло исключительно вот из-за этого порог под замену можно споттером подергать максимально вытащить но в этом месте он скорее всего потом заржавеет хотя при замене тоже по швам может заржаветь смотри какой-то красавец похоже донкрат так поставил что замяло сюда либо он спрыгнул с какого-то поребрика но слишком далеко когда с поребрика прыгают как правило вот здесь ближе скорее донкрат надо посмотреть с той стороны это я к тому что обязательно заглядывайте снизу то есть даже на пороге снизу нужно посмотреть она может быть сверху вся прекрасная а снизу будет вот такая беда здесь какая-то небольшая есть тоже вмятина и здесь ну все какой-то красавчик просто поднимал до его сюда немножко вывернула порог как мог так поднял это точно тему что у нас тут это нормально смотри также при замене лампочек здесь вообще рваная все либо при замене лампочек либо еще по какой-то причине кто-то лазил туда все это вытащил они очень плохо сидят под резинками но очень плохо один раз стоит снять и все она туда уже не встает заглядываем смотрим везде однажды вас это очень сильно удивит когда вы загляните увидите как все плохо смотри в багажнике возил бог знает что нижняя часть полки вся взъерошена может колеса какие-то перевозил может еще какой-то груз точно какая-то либо конторская либо такси а что тут про полку говорить когда здесь выглядит вот так обивка крышки ты представляешь что такое надо было вести чтобы так терла и долго и долго вести да я хотел сказать и куда это надо было вести за 1000 километров 880 тысяч это мы сейчас молчим еще что у нее по ходовой с мотором также обязательно на крышках любых автомобилей будь то седан хэтчбэк либо паркетник заглядываем обязательно к фонарям подсветки номера в этих местах очень часто гниет здесь мы видим небольшой жук не страшно но уже начало и кто-то неаккуратно снимал да он уже приклеен был видишь на герметик вот там видишь следы герметика на котором был приклеен вот заводи на самом деле санек она плохая ну посмотри сколько что там давай давай 180 я бы сказал что больше но возможно был не очень аккуратно водила что так все здесь сделал ты слышишь это таким физку сделать я только что это сказал что просто все высохло видишь в белом на пыли да номер это тут ошибок куча будет то что аккумулятор садился с бустера заводили надо ничего круче критичного нету пробег с установленным блоком двигателя получается на где-то там на 80 километров меньше разбег ну соответственно до пробег скорее всего его его удалили ошибки 208 километров назад ну хотя ошибки все по ходу по просадке никаких там серьезных ошибок нету общий пробег на бог на щитке ну это он соседка я берега века рядышком он стоит черная с пробегом 190 она правда с кожаным рулем на dsg за 950 тысяч рублей и вот так через стекло на не смотрю она выглядит просто прекрасно ну да чё все здесь заканчиваем да да нет это это совсем печалка 190 тысяч пробег 15 год 968 тысяч рублей давай посмотрим выглядит очень хорошо с белой сайта я даже рядом не стояло капот дерни сань так 1 и 4 150 сил да ты просто как новая вот что-то тут с парой у нас сделали лазили клеили да что то мы тут подклеивали может быть стекло меняли может быть она потела посмотри насколько лучше выглядеть омыч ну просто просто замечательно 184 тысячи замена масла следующие на 194 в ноябре месяце прошлого года это было очень неплохо выглядит очень ибо радует что она черная уже не белая так ну что у нас тут никто не поднимал ее за пороги жуки полезли уже не знаю видно тебе нет смотри просто повсюду вот они побежали уже жучки вот и нас что-то мне кажется что это крыло просто делали ну-ка секунду как-то она выглядит не так совсем не так как надо да естественно поэтому здесь у нас наклейки нет и сама шагрень ужасно выглядит и вот именно вот этот жучок именно вот это вот это дефект покраски то что плохо было сделано здесь порядок без замен просто окрас совсем другая история хотя дороже на 100000 1.4 на роботе в отличие от той 1.8 на механике скребочек на месте наклеечка на месте их переклеивают когда она на месте это хорошо но не факт что не ремонтировали так что вот здесь немножко есть тоже туда воткнули немножко даже вывернула сюда порог она сюда через лакера забрасывает там небольшая щель криво стоит и точно также забрасывает во внутреннюю часть крыла потом здесь будет гнить надо промывать хотя бы перед зимой один раз в год промывать вот рестовая стоит красивая смотри на суперби вот так вот 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 сдалека видно шпакль отваливается там гниль хром у него можно пальцы порезать что Санюк ошибки только стерты были 33 километра назад а так пробег в двигателе и в коробке ее ты видишь насколько она интереснее выглядит чем белая белая просто корч я говорю походу либо такси либо какая-то конторская поэтому такая жареная смотри что здесь у нас было стояли ветровики вот от них остались следы резинка лезет не до конца даже сняли эти герметики это оторвали самой резинкой вот он на пыл переход не совсем старались как было обклеено видишь квадратиком так и налетела везде везде на пыл открываем смотрим изнутри в проемах очень часто никто не заморачиваться оставляет вот такие следы в принципе ничего страшного в этом нет но украшено одно крыло да крашена не самым лучшим способом но это всего лишь крыло тесно конечно здесь очень лобовик Мениный 17 год крышка также вторичный окрас смотри тоже лазили видишь и все поломали обе лампочки причем вываливается здесь и шагрень очень большая да и снимали красили сейчас пробьем приборчиком правое заднее крыло вторичный окрас тоже но но без съема пленки следы от соседей да капот тоже красили вот они в нем мусоринки пылинки так капот у нас снимался скорее всего для окраса это и было и внутренние грани сорваны и с места сдвинут левая петля также насколько я тебя вижу да давай быстро пробьем внутреннюю часть тут жирно покрасили так ну что что у нас покажет здесь да наклейку наклеили после покраски красавцы крыло тоже красили она посмотрит внутри как выглядит она уже оттуда ржавеет как будто она китайская стоит видишь да вот про что я говорю куда грязь летит в одном гнить начинает вот она там изгниет до 0 7 0 2 20 ее еще и разбирали видишь смотри подожди делается лд мотив же делает для фары вот что там на диффузоре написано вот там валева нет вак вак 15 года 0 6 0 4 15 валева да это я смотрю основной радиатор вот смотри на самой фаре дата тебе видно стрелочка смотрит на 12 вокруг 19 19 год то есть сам пластик у нас 19 года ну значит фара 20 наклейка 20 до 20 году их заменили 2 тоже но здесь у нас герметиком все аккуратно ну замена фар это ерунда даже если он ткнулся расколол их либо что-то прилетело но сам факт есть замены так здесь 19 год 19 месяц да так вот здесь у нас смотри на 24 02 20 также здесь в том же месте он здесь отлично видно до 19 год 12 месяц только сверху его покрасили может быть слегка получил по морде да нет ничего страшного по крайней мере что мы видим отсюда сверху прям критичного ничего нет прям критичного ничего нет джерона целые абсолютно ничего не отнималась не разбиралась усилитель бампера 12 месяц 15 год 16 до 16 неделя 15 года сейчас посмотрим пробег в двигателе пробег в коробке в dsg 190 136 но на щитке 190 967 нормально давай сейчас посмотрим когда последний раз стирали все ошибки и в блоке управления двигателем но блок управления двигателем тоже 100 тут в метрах получается 190 702 но тоже все в порядке 33 километра назад сбрасывали ошибки ну получается что-то было что они сделали диагностику и скинули ошибки потому что если бы при приемке скинули ошибки то она бы сейчас ну там 2-3 километра было пробега все заканчиваем ну и самое главное друзья посмотрите какая разница этого автомобиля и белого да немножко подтерлась кожа руль в очень хорошем состоянии есть небольшие потертости но без этого никуда по строению с белой день и ночь никто безумно тут не пытался ее химчистить заливая химией но чистили видно чистили тоже вот сюда немножко попали жиром каким-то смотри кнопка аварийки почти протерта видишь человек очень часто говорил спасибо ручка переключения передач также есть следы эксплуатации но не такие страшные подлокотник обычный тряпочный не кожаный к этой комплектации он еще не подошел да чистый аккуратный автомобиль вот именно так и должен выглядеть автомобиль с пробегом даже с пробегом 190 никто не старался не подготавливал не пытался сделать из какой-то зачуханной машины красивую да есть окрашенные элементы но я скажу это не очень страшно друзья ну и все любители ети все кто мне каждый раз пишет когда я говорю что с одиннадцатого по тринадцатый год она сильно гниет сильно коррозирует у нас в Санкт-Петербурге нет это неправда у меня этого нет вот шкода ети одиннадцатый год ну по капоту ладно упустим все таки летят камни они попадают от скола все ржавеет а вот она главная красота вокруг ручек все облезает здесь будет дыра низ дверей ужасен также этой двери задней правой видишь не буду портить не буду ломать вокруг ручки как с одной стороны так и с другой заднее крыло прям то что надо мы нашли на стыке с бампером где он трет все в пузырях до самой пластиковой накладки сюда здесь человек столбик не увидел скорее всего значок кстати отвалился это тоже нормально слушай она тут еще и полноприводная заднее левое крыло так же кудрявая она изнутри везде вся везде она просто ползет вся очень плохой металл очень плохая покраска передняя дверь снизу даже сейчас почти в темноте вы все это видите над лобовым стеклом тоже все печально но сюда прилетел камень и я боюсь что под капотом примерно что то то же самое и вот эту гниль ее уже не спасти нужно все разбирать пескоструить где-то вырезать смотри и ты знаешь самый прикол что это не две отдельные фары это одна летая один блок и вот смотри от удара в бампер лопнуло внутри и и менять на целиком если бы они их разделили наверное было бы больше толку ну хотя здесь такая дизайнерская мысль после рестайлинга они это все убрали вообще как бы выглядит странно друзья из этих четырех автомобилей три на сегодняшний день уже проданы остался самый дорогой но это и понятно цена на самом деле неадекватно хотя кто знает какая цена сейчас хорошая остается только гадать будьте внимательны при покупке автомобиля с пробегом так как вы можете купить на последние деньги хлам и ничего хорошего с этого не будет а если вы его купите еще и в кредит то это вообще просто беда всегда проверяйте всегда все смотрите мы показываем вам максимально что и как где смотреть не забывайте подписаться на telegram и на яндекс zen также инста вк все это есть ссылки я оставляю в описании и в закрепленном комментарии также подписывайтесь на youtube пока он жив ну и всем вам удачи всем пока удачи Продолжение следует...